Друзья, всем привет! Мы с вами достаточно давно договаривались поговорить про выгорание, и мне кажется, я вам уже больше месяца обещаю это видео, потому что я сама пыталась разобраться в своих проблемах, и сегодня я хочу с вами наконец-то об этом поговорить, поэтому берите с собой чай, кофе, вот это вот все, садитесь поудобнее, сегодня у нас с вами будет, наверное, не самый простой, но достаточно комфортный разговор, так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. По-моему, под видео вопрос-ответ или что-то такое, несколько человек мне написало, что я выгляжу очень грустной, и я такая, Балин, ну бывает, и дело в том, что когда у тебя, в принципе, во всех сферах все как-то идет косо-криво, и такой, кажется, здесь нечем радоваться, это абсолютно нормально, сразу вам скажу, наверное, абсолютно естественная вещь, когда в какой-то момент жизни, после достаточно комфортного времени в твоей жизни, у тебя наступает момент, когда ты понимаешь, что все как-то не получается, либо получается не так, есть какие-то проблемы, и самое важное, что нужно сделать, начать с этим бороться, потому что если вы не возьметесь за это дело, так это с вами и будет. И я очень сильно переживала по этому поводу, немножко, наверное, дам вам бэкграунд, потому что не все будут понимать, о чем я говорю. Я очень хорошо провела последние свои два года. 2019-й был отвратительный на эмоции, но в плане работы он был замечательный, я начала развивать все свои проекты, я сделала свой проект с курсами, все было круто, все отлично, YouTube хорошо развивался, канал отлично рос. 2020-й был отличным, просто замечательным, мне повезло, потому что меня практически никак не затронула пандемия, кроме, ну, некоторых вопросов, допустим, самоощущения, может быть, какого-то там тревожности иногда, но тревожности со мной, в принципе, и так была, вопрос отделения от семьи, потому что до этого я достаточно много уходила из дома и мало сидела с родителями сейчас, из-за того, что уходить не было возможности, я сидела практически все время дома, и, как бы, все мои усилия и старания по отделению от семьи, они обнулились, и поэтому мне приходится сейчас это заново выстраивать и заново, как бы, прокладывать этот путь. И 2020-й год был, в принципе, отличным, я бы, представляю, из универа, поступила в магистратуру, что-то делала свое, но к концу 2020-го года все начало скатываться по наклонной, и начало скатываться оно, наверное, где-то с осени. Одно дело, если бы это было просто в эмоциональном плане, я бы, наверное, еще поняла, да, там какие-то проблемы во взаимоотношениях с людьми, проблемы в понимании, кто я, где я, что я. Но на это все наложились и чисто формальные вещи, это проблемы с работой, проблемы с... Ну, я не скажу, что проблемы с учебой, ладно, это будет, наверное, преувеличение, проблемы со всеми проектами, которые я разбивала и в которые я вложила очень много сил. И понятное дело, что когда вот такое вот случается, ты не можешь спокойно отреагировать, ты не можешь просто выключиться, потому что это вещи, в которые я вложила последние 7 лет своей жизни, и, понятное дело, мне немножко тяжело воспринимать, что сейчас что-то идет не так. И в какой-то момент ты просто устаешь бороться, и ты уже сидишь и думаешь, блин, опять что-то надо куда-то копаться, что-то решать. И вот этот момент настал у меня. Я очень устала бороться, я очень устала быть сильной и держать себя в руках, я очень устала от этого всего, но выхода нет. Потому что если ты не будешь бороться и дальше копошиться в этом всем, то можно просто как бы лечь на кроватку, посмотреть в потолок и сказать, ну все, я потратила последние годы своей жизни впустую, и надо понимать, что никто кроме тебя это все не решит. Вот, в последнее время что было? У меня не было абсолютно никаких сил и мотивации что-то снимать, что-то делать. У меня пропало абсолютно желание вести канал, у меня пропало желание вести инстаграм, я туда даже в истории не появлялась. У меня не было вообще никаких эмоций, чтобы делать новые курсы и заниматься просветительской какой-то учебной деятельностью, если так можно назвать. И что самое важное, раньше в таких ситуациях меня всегда мотивировал один вопрос, вы это все прекрасно знаете, это финансовый вопрос. Я вот знаю, что, допустим, я вот это вот это вот сейчас сделаю, я получу какую-то сумму, у меня будет финансовый комфорт. Сейчас это перестало меня мотивировать. И когда я в голове себе говорю, что вот ты можешь сейчас это сделать, и ты заработаешь, это вообще никак не работает как мотиватор. И я очень сильно начала переживать, потому что, ну, одно дело, когда ты смотришь, да, у тебя счетчик подписчиков не растет в декабре. Окей, ладно, ну, это понятно, это все сделано моими руками, я как бы сама облажалась, надо снимать регулярно, хорошо. Одно дело, там ты не делаешь собственные какие-то проекты, курсы и вот это вот все, и поэтому у тебя нет пополнения на карте. То же самое. Но когда ты понимаешь, что у тебя нет как бы эмоций встать и что-то сделать, и ты просто не можешь встать с кровати и что-то сделать, ты, наверное, начинаешь переживать. Я очень сильно забила тревогу, потому что у меня есть друзья и знакомые, у которых есть клиническая депрессия, и то, что я слышала от них, похоже было на эти симптомы. Я очень испугалась, правда, потому что я подумала, блин, что происходит? Такого, в принципе, никогда не было. Может быть, я просто устала, может быть, я просто как бы разленилась. Вроде бы нет, и я понимаю, что вот мне есть что сделать, и я не могу себя заставить. И поэтому я приняла волевое решение, я пошла к психотерапевту, только для того, чтобы исключить вероятность депрессии или чего-то серьезного. И, к счастью, спасибо психотерапевту, я немножко успокоилась, потому что она не диагностировала ничего у меня такого. То есть мы обсудили все эти вопросы, она сказала, что, скорее всего, это от обилия стресса, от обилия всяких задач и вот это вот все. Плюс это вопрос витаминов и вопрос баланса микроэлементов в организме, что тоже очень сильно влияет. Учитывая то, какая была зима в Москве, я не помню больше пяти солнечных дней, очевидно, витамин D очень сложно получить в наших условиях. И поскольку сейчас невозможно куда-то съездить в теплые места, либо ехать только в Сочи, куда я ехать очень не хочу, и плюс еще на это надо тратить деньги, витамин D я просто не могу получить больше, чем он вот есть, когда ты живешь в этих условиях. И поэтому я поняла, что да, окей, что-то надо с этим делать. Это небольшой бэкграунд того, что вообще происходило за последние пару лет. Я могу вам еще дать небольшую предысторию и коротко сказать, что, знаете, я всегда была таким ребенком, у которого все получалось. И я очень много вижу тиктоков по этому поводу, когда люди пишут типа Sad gifted burned out kid. Вот это вот я, короче. То есть у меня всегда было легко все с учебой, с восприятием какой-то информации, с запоминанием. И я очень легко проскакивала все в своей жизни. То есть я с легкостью закончила школу, я ее закончила типа с медалью. Я с легкостью поступила в университет, да, я поступила на платное, потому что, ну вот, да, и у меня не было достаточного уровня английского, чтобы набрать нужные баллы для бюджета. Я отучилась на платном год, и после этого меня перевели на бюджет, и там я отучилась. И тоже вот таким уже просто каким-то мимоходом я получила красный диплом, чему я сама удивилась. Я потом поступила в администратуру, и вот сейчас я учусь. И то есть, когда проходит время, ты понимаешь, что ты перестаешь выезжать на вот том, что было раньше. У тебя как бы вроде бы есть навыки, а вроде бы их нет. И это очень неприятно. Я думаю, некоторые из вас меня поймут, если у вас есть такая же ситуация, когда ты вроде бы преуспевал какое-то время, потому что ты что-то мог, а потом в какой-то момент ты перестал на этом выезжать, и теперь нужно что-то с этим делать. И нужно прилагать усилия, нужно там что-то читать, изучать, учиться, учиться, в общем-то. То есть, нужно себя научить, что-то учить. Это очень неприятно, когда тебе типа лет 20-22, вот так вот. Когда ты в этом возрасте, это очень неприятно, правда. Потому что ты думал до этого, что ты можешь все, оказалось, что ты не можешь ничего, и ты какой-то очень поверхностный, у тебя ничего не получается. И тут сразу выходит синдром самозванца, и ты думаешь, блин, может быть, это все-таки не так, может быть, я что-то могу, может быть, мне показалось. Но я не знаю, как бороться с синдромом самозванца и как себя оценивать, потому что периодически мне кажется, что я правда что-то могу, и я такая, я молодец. А в другой момент я сижу и такая, вот мы ничего не достигли, мы ничего не можем. И первый совет, который в такие моменты я могу вам дать, пожалуйста, не сравнивайте себя ни с кем. Я работаю, я работаю по Фрейду, я не работаю в такой сфере, хорошо, я учусь на такой специальности на международных отношениях, где трудоустройство весьма специфичная вещь. Либо ты можешь пойти по прямой дороге в министерство, в министерство странных дел, Минпромторг, куда еще там, Минцифры, вот это вот все. Ты можешь пойти по государственной службе, либо ты можешь пойти в более как бы частные направления. Это разные наши компании, это представительство транснациональных компаний в России, или может быть вообще не в России, а еще ты можешь поехать работать в какие-то международные организации. Так вот, у меня есть ряд знакомых, которые очень классные ребята, они с хорошим образованием, они всегда круто учились и интересовали свои сферы, и сейчас работают на крутых позициях за рубежом, или же у нас. И в такие моменты ты начинаешь себя сравнивать невольно абсолютно, и думать, блин, кажется, я ничего не могу. Это, кстати, моя частая, любимая такая вот вещь. Я люблю посидеть, посмотреть на них, и думать, а почему у меня так не получается? А потом я вспоминаю, что в принципе, для того, чтобы, наверное, так получалось, нужно ходить на стажировки, нужно, там, не знаю, пытаться практиковаться где-то, и пытаться понять, что вообще надо, но фишка в том, что я вообще не понимаю, что мне надо с этим делать и как с этим жить, и это, как бы, ну, не делает ситуацию легче абсолютно никак. В этот момент я пытаюсь себя утешить тем, что, в принципе, я могу как-то сама себе доказать, что я состоялась, потому что вроде как я себя называю индивидуальным предпринимателем. То есть, как бы, технически у меня есть работа, и учитывая то, что сейчас мне пришли платежки налоговые, которые я отправила, это обязательно налоговые отчисления, которые ты должен делать раз в квартал. Я, правда, работаю, то есть, я реально, у меня, как бы, идет стаж, и я такая собах, уже вот с октября, я индивидуальный предприниматель. Но почему-то мне это не дает никакого чувства удовлетворения, я все еще чувствую, что ничего не могу, потому что общество считает, что вот если ты, как бы, индивидуальный предприниматель, то у тебя, наверное, должна быть какая-то точка или какой-то магазин или еще что-то, и вот эти вот ваши местечковые вот это вот все, ваше блогерство, ваши курсы, вот это вот, оно не имеет смысла. Как бы, это все превращать в более такой, типа, солидный продукт, и поэтому я решила перебрендить свой политграмм, и теперь у меня есть политграмм, который я очень люблю, и это мое детище, я вот его вот такая на ручках тут ношу, и такая, моя ты зайчка, моя ты котечка, потому что политграмм, это, правда, то, что, как бы, заставляет людей видеть во мне более серьезного человека, чем я есть на самом деле. Так вот, насчет выгорания, я вам тут рассказала свою биографию на 11 минут, насчет выгорания. Это очень сложная вещь, и как с ней бороться, я не знаю, но я могу вам посоветовать то, что мне помогало, и то, что давал мне как советы психотерапевт. Это, наверное, не сильно какой-то космос и не новые планеты, но в любом случае, возможно, вы об этом не задумывались. Выгорание очень часто происходит из-за того, что у вас что-то не получалось, либо вы что-то очень долго и много делали, либо вы что-то делали монотонно, и вы от этого устали. Например, вы долго учились в университете, и в середине учебы вы потеряли свой смысл, и вы такие, зачем я этим всем занимаюсь, и хочу ли я вообще это делать. Либо у вас долгое время был период, когда вы занимались своим любимым делом и понимали, что оно не очень как-то приносит доход, или может быть, просто вообще не получается, и вы такие, блин, что-то тут не то. И приходит полная деморализация, отсутствие желания развиваться, отсутствие желания продолжать этим заниматься, и просто желание все бросить, вот так вот лечь и сказать, пожалейте меня. Везет кому-то, у кого это состояние длится там неделю, две, три месяца, у кого-то состояние задерживается надольше. У меня это состояние задержалось на полгода, отвратительно, очень неприятно. Особенно, если это все сопровождается какими-то приятными в кавычках вещами, типа панических атак, тревоги, вот это просто комбо отличное, это просто, не знаю, спасибо. Так вот, банальные советы для тех, кто не знает, как вытащить себя из этого омута, но думает, что это не настолько серьезная проблема, чтобы идти к психотерапевту. А к психотерапевту, кстати, по возможности финансовой или хотя бы к психологу, мне кажется, ходить нужно всем, потому что здоровых людей нет, есть недообследованные и в ментальном плане тоже самые, потому что в России дико стигматизированы темы ментального здоровья, поэтому вы можете думать, что вы всю жизнь типа крутили колечки и наматывали волосы на палец или притопывали под столом, когда сидели на уроке и били кого-то по стулу впереди, а у вас СДВГ, и типа вы можете об этом никогда не подозревать и не знать, а при этом, когда вас диагностируют с этим и вы узнаете, как с этим жить, ваша жизнь реально как бы станет легче. Так вот, первый совет это наладьте режим сна. Я не могу сказать, что я прям сильно его наладила, но в последнее время я не ложусь, по крайней мере, стараюсь не ложиться позже часа и встаю я где-то в 10. В 9 у меня не получается вставать, я просто встаю в 9 и лежу еще час в телефоне. К режиму сна нужно добавить режим питания и закрыть максимально свои биологические нужды, потому что как только закрываются биологические нужды, дальше мы сможем с вами работать с остальными дополнительными вещами типа кто я в этой жизни, что я хочу, что, зачем, как и почему. Это первое самое банальное. Второе, что мне посоветовал психотерапевт, это вопрос приоритетов. Вот у меня очень часто бывали такие проблемы, когда очень много информации наваливается, очень много всего и я как бы боюсь этим всем заниматься, потому что слишком много и у меня начинается какая-то внутренняя паника от того, что я не знаю с чего начать и из-за этого я ни с чего не начинаю. Первое, по маленьким шагам тоже можно что-то сделать, да, если вы сделаете маленький кусочек от работы, будет суперски. А второе, вопрос приоритетов. Поймите, что у вас не может быть 20 приоритетов, просто потому что у вас нет такого бесконечного объема времени и вы не можете этим заниматься перманентно. Выберите приоритетные сферы в своей жизни на данный момент, это может быть учеба и развитие в этой сфере, это может быть работа и апгрейд своих каких-то рабочих скиллов для того, чтобы там улучшить, допустим, свою позицию в фильме или где вы работаете, но может быть хобби и попытка изучить что-то новое и понять что-то из сферы, которая вам интересна, допустим, может быть искусство, вы хотите рисовать и изучать что-то связанное с историей искусства, да, вот такие вот вещи. Как только вы поймете ваши приоритеты, вам станет намного легче, потому что вы откинете все, что есть вокруг и не нужно переживать и стыдиться, что вы вдруг откинете кого-то или что-то, что казалось раньше важным и сейчас таки кажется важным. Люди меняются и это нормально, поэтому если вы в какой-то момент скажете нет какому-то знакомому, скажете нет какому-то другу и скажете извини, пожалуйста, у меня сейчас много дел, чтобы отвечать, я отвечу, когда появится возможность, даже если это возможность появится через месяц, это окей, потому что в мире социальных сетей нас очень сильно Обязывает вот этот вот статус онлайн Отвечать и постоянно быть в контакте Типа с человеком Мне, например, отвратительно вообще Культура социальных сетей меня раздражает, что Если люди видят, что я онлайн, да Я могла зайти просто на минуту что-то посмотреть Себе, они мне начинают долбить И писать, типа, о, ты тут Вот это, вот это, я вообще терпеть не могу Когда какие-то рандомные люди мне пишут Это рандомные мои знакомые какие-то Которые, вообще, мы с ними не контактим Не общаемся, но почему-то заваливают меня Какими-то непонятными вопросами, и я такая, господи Другое дело, я не беру социальные сети В которых я, типа, позиционирую себя как блогер Это другой вопрос, это мы сейчас опускаем Я беру то, что, понятно, нам с вами одинаково, да Это личное общение с людьми, которых Мы считаем своими знакомыми И я очень долго переживала Что я как будто бы отталкиваю людей И, с одной стороны, да, у меня нет потребности в том, чтобы Выстраивать новые социальные связи и Какие-то компании, мне хорошо со своими друзьями Хотя об этом я тоже в последнее время Часто думала, хорошо ли мне со своими друзьями Но, в любом случае, у меня нет потребности В том, чтобы общаться с кем-то, и поэтому По совету психотерапевта Я перестала так сильно переживать из-за того, что Я кому-то не ответила, а потом мне стыдно От того, что не ответила, я не ответила, потому что Не имела возможности и не считала это Необходимым, когда человек мне пишет какую-то Абсолютную херню, если это какой-то, да, незнакомый Вот Так что вопрос приоритетов, он очень важен Если вы не будете расторжать приоритеты Вы и сойдете с ума Другая вещь, которая мне, в принципе Помогает себя успокоить И сказать, что все в какой-то момент будет в порядке Это осознание того, что Когда тебе 20, ты Не можешь всего достичь, и ты Не обязан всего достичь, потому что тебе всего лишь 20, у тебя впереди, ну, как минимум лет 40 еще, и если В 25 у тебя будет какая-нибудь Там, не знаю, супершикарная Квартира в сити, у тебя будет много Бабла, ты будешь такой весь успешный Что ты будешь делать в 40? Что ты будешь делать в 50? Что ты будешь делать в 60? Это как бы вопросы, которые кажутся сейчас очень неразумными И очень далекими, но по большому счету Реально, если у вас сейчас Вот в этот момент все это появится Что вы будете делать? Что дальше? И поэтому я начинала себя успокаивать, что Да, мне 22 В этом году 23 Звучит не очень приятно Но для своих 22, в принципе У меня уже есть что-то И я, в принципе, чего-то добилась Другой вопрос, что мне сложно Не сравнивать себя с другими людьми из своей же сферы У которых там типа 300 тысяч подписчиков 500 тысяч подписчиков Хороший рост Качественные показатели Но при этом Что мне мешает дальше работать и добиваться этого? Ничего Поэтому просто идем и работаем И помните, что если вам сейчас Особенно если вам сейчас до 20 Мне кажется, очень актуальная проблема Когда тебе лет в 16 Кажется, что все вокруг такие успешные Спойлер нет Потому что когда кто-то успешен в вашей группе возраста Или там среди ваших знакомых Он ощущается ярче, чем те там 40 человек Которые неуспешны, допустим И вот этот вот единичный случай Может ощущаться так, как будто Ой, да все вокруг всего добились Я вам открою секрет Никто ничего пока не добился Да, есть определенные люди Которые что-то могут И у них уже что-то есть Но это не все И вы не исключение Потому что у вас сейчас что-то не получается Нет, наоборот Это абсолютно естественно и нормально Просто это ваш путь развития И вы вот идете по нему И не нужно переживать, что у вас там в 20 лет Не знаю, нет яхты Нет суперской работы И вас там не публикуют во всяких Крутых научных журналах Потому что это все может быть впереди Если вы будете дальше заниматься тем Чем вы сейчас занимаетесь Это просто моя любимая тема Я люблю переживать насчет того Что вот, мне 22 Когда же я чего-то добьюсь Когда добьюсь, тогда добьюсь как бы То есть, почему я должна переживать о том Что я в 22 не могу чего-то У меня еще целая жизнь впереди И я видела недавно Очень интересный тикток Где девушка говорила Типа, почему возраст 30 плюс Лучше, чем возраст 20 плюс Потому что, во-первых У тебя уже есть финансовая стабильность Во-вторых, ты, скорее всего Имеешь деньги на психотерапевта И ходишь к нему И разбираешься со своими проблемами В-третьих, если у тебя нет там детей Или есть просто партнер Это небольшая ответственность И ты просто кайфуешь В-четвертых, ты переоткрываешь себя И позволяешь себе делать Больше крутых новых штук Чем когда тебе было 20 Потому что тебе на самом деле Становится все равно На все, что происходит И ты начинаешь фокусироваться на себе И я такая Блин, кажется, это логично И я начала смотреть на жизнь Только с такой точки зрения Что вот только все начинается тогда То есть вот сейчас Мы там развиваемся Ищем себя Круто Это отличная возможность Чтобы найти то, что нам действительно нравится Но если мы сейчас не поняли Что мы хотим Это не значит Что мы никогда не поймем Люди вон всю жизнь Пытаются найти свое предназначение И это к вопросу о том Типа, что такое жизнь И зачем она вообще Что это такое Какая цель жизни Потому что Нам всегда, естественно Искать что-то конечное Потому что мы привыкли Что нам Ну как бы хочется найти ответ А ответ Это либо да, либо нет Когда мы получаем ответ Может быть, не знаю И какие-то две Вариации на тему Нам, очевидно, дискомфортно Потому что мозг такой Это что, я должен выбрать Да, сейчас То есть мне нужно самому решить Нам нужен готовый ответ Так вот Вопрос в том Зачем мы вообще живем Мы живем для того Чтобы себя Всю эту жизнь искать Как мне кажется И нет ничего страшного В том, чтобы не найти себя в 20 Не найти себя в 30 А найти себя в 40 И не нужно воспринимать это Как потерю там Молодости Важного возраста Потому что мне кажется Люди, которым сейчас Там типа 40 Они отлично себя чувствуют В свои 40 И не переживают о том Что, ой, вот А сейчас бы в 20 Нет, конечно Есть эти ироничные комментарии Что сейчас бы как в молодости Но они абсолютно спокойно Живут на свой возраст И прекрасно себя чувствуют И занимаются делами Которые им важны И нужны И интересны Я, конечно Так вот обобщаю Понятное дело Есть очень странные примеры Патриархальных Каких-то персонажей Которые встраиваются В систему И делают то, что надо Да, я об этом не говорю Я говорю о Наверное, более развитом Каком-то уровне Восприятия самого себя И жизни Так что Если вам сейчас сложно Это нормально Это часть жизни Это этап Пишите это все В свой личный дневник Введите какой-то Какой-то блок заметок На телефоне Просто чтобы Иметь эти воспоминания И через время К ним возвращаться И понимать Вам становится лучше Хуже Видеть динамику И если вдруг Динамика негативная Приходите к врачу И обращаться за помощью Если динамика позитивная А я думаю У большинства из нас Так и будет Я потому что В это искренне верю Господи Хоть вставай Афирмации делай Я верю Что у нас все будет хорошо Все отлично Просто Тяжелые периоды У всех бывают И от них никуда не деться И вы можете Сколько угодно Думать Что это только у вас Но поверьте Это у много кого Мне по-русски Абсолютно звучало И очень часто Когда мне кто-то говорит Вот у меня там Ничего не получается Но у меня есть знакомые И вот тут знакомые И знакомые И еще 10 знакомых Почему у них все схвачено Они такие классные Я просто пытаюсь Представить Вот условно У меня есть знакомый И у меня все херово Я не пойду ему И не скажу Слушай, типа Жизнь говно То же самое Этот человек не придет к вам И не скажет Что все плохо Ну есть, конечно Такие исключения Но в целом Тенденция такова Никто Незнакомый вам Достаточно близко Не будет вам приходить И рассказывать о проблемах Потому что это признание Своего поражения А людям это, ну, типа Не нужно Это неинтересно Кому вообще интересно Слушать чужие проблемы Кроме ваших друзей и близких Очевидно И я такая Сижу И снимаю про свои проблемы На сто тысяч человек Но Работа у меня такая Хобби у меня такое Заниматься вот этим вот Поэтому Если вам кажется Что у других все хорошо Они просто вам не говорят О том, что у них тоже Все не очень хорошо Так что Вот это наша сетка людей Которые борются Со всякими своими Внутренними сложностями С работой С учебой Вот Она очень широкая Нас очень много И я просто хочу Чтобы вы понимали Что я могу Вот, знаете Снять видос И я такая Господи Все хорошо Все так классно Все просто Вот у меня Вот это Вот и вот это Я такая молодец Вот истории Допустим Я снимаю Я сняла Ой, я сняла Господи Я получила автоматами Всю сессию При этом То, что мне было Отвратительно Эмоционально Я же вам не сказала Не сказала Потому что Я не посчитала Нужным об этом говорить И я не посчитала Нужным делиться Пришел момент Я вам рассказала Все, что хотела И все, что могла Так что вот Если вам кажется Что вы одиноки Знаете, что На планете Как минимум Несколько миллиардов Еще с вами И они понимают вас Как никто другой И они борются С тем же абсолютно Потому что Все мы одинаковые У всех у нас Примерно одинаковый Пул проблем Конечно, в зависимости От какого-то Социального положения И комфорта Финансового В том числе Эти проблемы Выглядят по-разному Но Пул проблем И базис этих проблем У всех один Потому что мы все Блин, произошли От животных Сейчас кто-то такой Типа Я произошел Из ребра Адама Нет, спасибо Я больше По биологическим теориям Извините Так вот Все мы по факту Биологические существа Которые Каким-то образом Спустя века Социализировались Поэтому у нас У всех Одинаковый базис Базис потребностей И из-за социализации Он немножко Более широкий Чем у, допустим Мартышек Где-нибудь В Африке Или там Не знаю Каких-нибудь Енотов Или верблюдов Или кого угодно Но Мы все похожи И мы все одинаковые Поэтому я надеюсь Что после этого видео Вам стало Немножко легче И вы немножко Посмеялись со мной Над комичностью Вообще жизни Потому что жизнь Она очень на самом деле Забавная И очень интересная И я надеюсь Что если у вас Сложности есть Которые невозможно Решить Чисто какими-то Внешними вещами Типа там Вот сегодня Мы сделаем утром Зарядочку Или вот сегодня Я там не буду Делать то-то Или сегодня Откажусь от кофе Или то-то-то Что угодно Я надеюсь Я надеюсь Что у вас Будет шанс И возможность Пойти к специалисту И заняться этим вопросом Потому что Вопрос ментального здоровья Это очень важно Потому что От проблем с ментальным здоровьем Могут начаться И проблемы с физическим здоровьем Так что Берегите себя Контролируйте Свое самочувствие Но не контролируйте Его чрезмерно сильно Чтобы не стать И похондриком И не ловить панички Как это было у меня Очень долгое время И я надеюсь Что у вас все наладится И мы с вами Точно прорвемся Я это знаю Я в этом уверена Потому что иначе быть не может По-другому не бывает Спасибо вам большое За просмотр Я надеюсь Что вам было комфортно Провести со мной Эти полчаса времени Если вам понравилось это видео Вы там внизу Можете подписаться на канал Там же где-то можете Оценить это видео Внизу есть все ссылки На мои проекты Социальные сети Все что угодно На этом я с вами прощаюсь Спасибо большое за просмотр И до встречи в следующих видео Пока-пока